Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про синдром дефицита внимания и гиперактивности. Во-первых, что такое СДВГ? Родители детей, имеющих эту проблему, уже представили себе конкретные проявления заболевания и то, насколько это утомляет родителей и всех окружающих. Для всех остальных давайте посмотрим Википедию. Что написано в Википедии? Синдром дефицита внимания и гиперактивности. СДВГ – расстройство внимания с гиперактивностью или гиперактивное расстройство с дефицитом внимания. Это неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. Также при склонности к СДВГ у взрослых возможны снижения интеллекта и трудности с восприятием информации. Естественно, проявления СДВГ бывают разные, и симптомы бывают разные. У кого-то там больше СДВ, у кого-то больше СГ. И в зависимости от сочетания симптомов, неврологи и психологи выставляют детям различные диагнозы. У многих детей диагноз СДВГ сочетается с более тяжелыми проявлениями. Например, тот же аутизм, рас, другие диагнозы. В таких случаях СДВГ будет являться только сопутствующим диагнозом, то есть не будет первичным. Сегодня мы проговорим про детей, у которых есть только СДВГ и нет других трудностей. Почему возникает это состояние? По нашему опыту причины заболевания в следующем. Как правило, это родовая травма, при которой происходит подсдвиг третьего и четвертого шейных позвонков. Происходит гипоксия и нарушается кровообращение в верхней части теменных долей, то есть в районе большого родничка. Если это единственные органические повреждения, то результатом будет именно СДВГ. То есть именно симптомы, которые описывает СДВГ. Поэтому во многих случаях при проявлениях СДВГ помогает мануальная терапия и остеопатия. Причем во многих случаях это может помочь полностью излечить проблему. И чем раньше ребенок начинает получать лечение, тем вероятнее полное выздоровление. Часто остеопатия помогает лишь частично. Казалось бы, уже все позвонки на месте и часть симптомов действительно уходит при этом. Но о полном выздоровлении говорить все равно не приходится. Может сохраняться дефицит внимания, может сохраняться импульсивность и так далее. В чем же причина? Причина в том, что существует еще сопутствующее нарушение кровообращения в теменных долях и последующая задержка в развитии соответствующих теменных тканей и структур. Чем сильнее изначально было нарушено кровообращение, тем вероятнее, что одной остеопатии будет недостаточно. Для того, чтобы это состояние полностью излечить, необходимо компенсировать ущерб, который наносится к головному мозгу ребенка нарушенным кровообращением и гипоксией. Чем младше ребенок, тем легче это сделать. Чем ребенок старше, тем органическое нарушение уже может сильнее укорениться, разница в развитии может быть больше и, соответственно, сложнее будет это лечить. Спасибо. До свидания. Всем хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...